Всечестные отцы, братья, сёстры, дети, продолжаем нашу беседу, очередное занятие. И в начале этой беседы хотелось бы разъяснить поднятый в конце прошлой конференции вопрос о языке карпатаросов русин. Друзья, я не могу сказать, что в настоящий момент происходит с языком карпатаросов. Расскажу то, что мне рассказывал батюшка Георгий о проблемах языка в середине XX века. До конца 50-х годов прошлого века язык русинов мало отличался от русского языка. Батюшка Схерхи Мандрид Георгий говорил, что когда он учился в школе, то им преподавали карпатарусский язык по учебнику для карпатарусских учеников. Сестра батюшки Елена уже учила украинский язык. Перелом наступил, когда были закрыты монастыри. Батюшка вернулся из последнего закрытого мужского монастыря в родное село Удамун. Сразу же его вызвали в сельсовет. Председатель сельсовета отобрал паспорт, в котором фамилия значилась Савва с двумя буквами В. А в графе национальность было обозначено Русин. И выдал справку, где фамилия уже была Савва с одной буквой В. И национальность написана Украинец. На слова батюшки о том, что он Русин, а не Украинец, председатель ответил. «Живешь ты на украинской земле и ешь украинское Савву, тому ты украинец». Кроме того, в справке, выданной сельсоветом, было написано, что Юрий Юрьевич Савва – воспитанник монастыря. Председатель сельсовета выдал батюшке справку и рекомендовал в течение 24 часов убраться из Закарпатья. Как можно дальше, иначе к нему будет применена сила, арест и принудительное выдворение. С болью и горечью в сердце и душе покидал батюшка родную землю. В это же время всем Русинам меняли паспорта, изменяли имена, отчества и фамилии на украинский лад. И всех записывали украинцами. Русины возмущались, но ничего сделать не могли. В школах прекратили преподавание родного языка Карпатароса. Всех стали учить украинскому языку. Так был решен языковый вопрос Карпатских Русин. Свидетельством близкого родства русского и карпаторусского языков… Пациент, простите, в какой год это было, примерно? Это где-то, наверное, 51-52 год. Свидетельством близкого родства русского и карпаторусского языков являются слова святителя митрополита Вениамина Федченкова. В 1924-1925 годах Владыка Вениамин посетил Закарпатье. Вот что он писал, вспоминая посещение этой благодатной земли. «Скоро мы поехали в свою Карпатскую Русь. Стоило увидеть первые лица, встретившие нас в храме села Лалово. Как тотчас же стало ясно, что наши родные русские, будто я не в Европе, а где-либо на Волыне или Полтавщине, язык их ближе к великорусскому, чем теперешний украинский. Объясняется это, по-моему, несколькими причинами. Прежде всего, географическими. Когда венгры, или как их на Закарпаттской Руси зовут обычно мадьяры, завоевали эти края, то они овладели, конечно, лучшими равнинными землями, а покоренных славян загнали в леса и горы. И эти горы спасли их. Спрятанные в их складках, удаленные от культурных разлагающих центров и путей сообщения, наши братья сохранились в удивительной чистоте расы и здоровья, и в любви к своему русскому народу. Вторая причина была религиозная. Сохранив славянский язык в богослужении, даже и после насилия унии XVI века, они через него удержали связь с русским языком и православной Русью. Какой же это был прекрасный народ! Я думаю, что карпатороссы лучше всех народов, какие только я видел, включая и нас, российских русских, какая девственная нетронутость, какая простота, какая физическая красота и чистота, какое смирение, какое терпение, какое трудолюбие, и все это при бедности. Книга митрополита Вениамина Федченкова «На рубеже двух эпох». О Суржике можно сказать, что он возник как естественная необходимость межнационального общения народов, населяющих Карпатские горы, и в быту между собой. Так. Вроде бы только он завис, да, батюшка? Все остальные... Так, секунду... Да, только батюшка завис. Все остальное работает. Да, батюшку выбросила. Сейчас, ждем тогда. Так, я пока на паузу запись. Я запускаю дальше запись, все. Я начну. О Суржике можно сказать, что он возник как естественная необходимость межнационального общения народов, населяющих Карпатские горы, и в быту между собой, говорящих на родных языках. Суржик включает в себя смесь украинских, венгерских, румынских, молдавских, польских, даже чешских и немецких слов. Это связано с тем, что в Карпатах люди, принадлежавшие к разным народам, селились не смешиваясь. На Закарпате есть поселки и села, в которых живут русины, куцулы, венгры, немцы. Суржик – это не украинский язык и не язык русин, это язык межнационального общения. Родился схиархимандрит Георгий Савва 6 февраля 1942 года. Исходя из даты рождения батюшки и даты смерти преподобного схиархимандрита Алексея Карпатарусского Кабалюка, он отошел ко Господу 2 декабря 1947 года. «Ясно, что на время смерти схиархимандрита Алексея будущему схиархимандриту Георгию было всего 6 лет, и напрямую преподобный Алексей не был старцем для батюшки. Но когда батюшку спрашивали, был ли схиархимандрит Алексей его старцем, батюшка отвечал утвердительно, и это было правдой, потому что даже после смерти схиархимандрит Алексей оставался учителем, наставником, старцем и даже вождем всех православных христиан под Карпатской Руссией. Влияние этого подвижника и исповедника веры православной было так велико, что память о нем и его делах вдохновляла многих верующих православных христиан Карпатской земли. Стоять за веру до смерти. Даже хрущевские гонения против церкви не ослабили и не сломили дух и веру православных христиан этой многострадальной земли. Именно из-за Карпатия в советское время, 60-х-90-х годов, вышло много глубоко верующих священнослужителей. По словам Батюшки, только одно сего Капашного дало в эти сложные и трудные для русской православной церкви годы, когда была острая нехватка священства, более тысячи священников. Для понимания подвига, совершенного схиархимандритом Алексеем, надо посмотреть на историю христианства и православия под Карпатской Руси начала середины 20-го века. Начало середины 20-го века. Массовое возвращение населения Закарпатия к православию. Началось в 1903 году в селе Иза, где служил униатский священник Иван Раковский, настоятель местного прихода, выдающийся литератор, русский патриот, воспитавший свой приход в любви к православию, однако сам порвать с Ватиканом не решившийся, но принявший в Россию присоединение к православию. После смерти Раковского воспитанное им поколение стало думать об открытом переходе в православие. Хотя в Венгрии по Конституции была обеспечена религиозная свобода, на практике либеральное законодательство, просвещенной австро-венгерской монархией, не распространялось на православие. Так можно было переходить из Рима католичества в какую угодно религию, даже в иудейство, но только не в православие. Поэтому, когда жители села Иза заявили властям о своем возвращении из Унии в православную веру, начался их крестный путь. В 1903 году крестьяне села Иза в одном из воскресений пропели в церкви символ веры, исключив из восьмого члена слова и от сына. Этим прихожане фактически заявили о своем переходе в православие. Тотчас село было наводнено венгерскими жандармами. Начались поголовные обыски, конфисковали все богослужебные книги и даже иконы. Жандармы простояли в Изах несколько месяцев, бесплатно отбирая у крестьян провизию, всячески притесняя их и глумясь над женщинами. Долго терпело беззащитное население всевозможные обиды. Наконец, доведенные до отчаяния, некоторые стали поговаривать, пора прийти русским и выгнать Мадьяр. Этого стало достаточно, чтобы возбудить дело о государственной измене. Многих крестьян арестовали, а 22 человека были привлечены к суду. Дело, названное первый марморо-сиготский процесс, слушалось в 1904 году. При этом обвинение в государственной измене было заменено на неопределенное обвинение в подстрекательстве против мадьярской национальности. Крестьян Иоакима Вакарова, Василия Лазаря и Василия Каменя приговорили к 14 месяцам тюрьмы и сверх того к уплате огромного денежного штрафа. Кроме того, им присудили огромные судебные издержки, все эти неры разорили крестьян, хозяйство которых и так было сильно подорвано жандармским постоем и административными штрафами, взымавшимися, когда главы семейств находились в заключении. С молотка были проданы их за бесценок земля, дома, скот, домашняя утварь. Крестьяне вышли из тюрьмы нищими. Их семьи ютились у односельчан и жили на средства православной общины села Иза. Но Иоаким Вакаров и его товарищи не пали духом и занялись подъемным трудом. Несмотря на то, что село Иза находилось всего в пяти верстах от города, правительство распорядилось на средства крестьян построить в селе жандармскую казарму. Вскоре Иоаким Вакаров был схвачен жандармами и умер под пытками. Крестьяне погребли его без священника, с пением «Святый Божий». Смерть Вакарова только усилила православное движение. В православие перешли многие села, Лучки, Требля и другие. Крестьяне занялись поиском священника и с этой целью обратились к сербскому епископу Богдановичу в Будапеште. Богданович испугался конфликта с властями и не принял делегации. Тогда крестьяне отправились в Карловцы к сербскому патриарху Георгию Бранковичу. Тогда все православные венгерской части империи находились в юрисдикции сербской церкви. О русских священниках нельзя даже было и думать. Только позже юрисдикции русской церкви над Карпатами добился архиепископ Антоний Храповицкий, но для этого потребовались вся энергия и талант этого выдающегося архиерея. Патриарх Георгий Бранкович так описывает этот визит. «Явились ко мне крестьяне из села Иза, просили принять их в лоно православной церкви и прислать священника. Я долго с ними беседовал. Наконец сказал им, что ввиду правительственного террора не решусь дамы священника». Потупились русские крестьяне. Затем, очнувшись от горя, громко и твердо сказали мне, «Ты православный святитель, но мы взываем тебя на страшный суд, и ты дашь ответ Господу Иисусу Христу». Тут я уже смутился духом и решил исполнить свой долг. Призвал к ним священника Петровича и обещал послать его к ним. Но тем временем Мукачевский униадский епископ, узнав, что село Иза получит православного священника, поспешил в Вену и доложил императору, что если появится в той местности православный священник, то он, епископ, останется без епархии, так как народ немедленно перейдет в православие. И король-император повелел передать мне, что он не желает назначения православного священника в село Иза. В Австро-Венгрии, где конституция всего лишь фикция, желание короля, и я священника не послал. И теперь суди меня Бог на страшном суде. Жители села Иза сами молились по православному обряду, а детей тайком послали в Буковину, к румынскому священнику, который их крестил. Построенный крестьянами молитвенный дом был разрушен жандармами, а самим верующим запретили собираться на общие молитвы. Однако вслед за Изами целые села стали переходить в православие. Государственные власти и римско-католическая церковь предприняли ряд мер, включая и геноцидные, чтобы воспрепятствовать возвращению христиан Мармарыша к православной вере. Духовным вождем закарпатских русин в это время стал иеромонах Алексей Кабалюк. Родился преподобный Алексей Карпаторусский в миру Александр Иванович Кабалюк 1 сентября 1877 года в Карпаторусинском селе Ясене на Раховщине в глухом месте Австро-Венгерской империи. В настоящее время это Раховский район Закарпатской области Украины в семье крестьянина Лесоруба Ивана Кабалюкаль. Крестили младенца в честь святого благоверного князя Александра Невского. Родители отрока Александра были глубоко верующими, благочестивыми людьми истинно русского духа. Хотя ходили в униатскую церковь, но считали себя православными. Надо сказать, что десятилетия репрессий и гонений, отсутствие православного священства привело к тому, что внешне русины покорились властям. Но дух народа был не сломлен, и они продолжали себя считать православными и придерживались, насколько могли, православного образа жизни. Народ не принимал душой униатское богослужение, униатских священников и униатский уклад жизни. Русины продолжали быть православными. Мама преподобного Алексея была весьма набожной и добродетельной женщиной, и свою любовь к Богу старалась привить своим детям. С раннего возраста от материнского научения и ее личного жизненного примера он впитал эту любовь, и в нем с юности развилось горячее религиозное чувство веры в истинного Бога Творца, которое отразилось позже на всей его деятельности за веру и церковь. Как важно матерям уделять внимание духовному воспитанию своих детей? Мы знаем из истории Церкви и житей святых угодников Божьих яркие примеры подвига матерей. Этот подвиг состоял не в апостольстве, не в проповедничестве, не в мученичестве на виду всей Церкви Божьей. Этот подвиг проходил в ежедневном исповедничестве живой веры, на которой возросла вера и святость их детей. Родители легко могут угодить Богу и достичь Царства Небесного, просто воспитать детей своих крепкой вере в Бога и дав им навыки добродетельной и богоугодной жизни. Поскольку детям русинов нельзя было получить образование, даже школьное, тотрок Александр поступил послушником в Унятский монастырь Киш-Баранья, при котором была церковно-приходская школа. За каждое слово, сказанное ребенком на родном языке, полагалось пять ударов тяжелой плеткой. Говорить по-русински запрещалось и считалось неприличным, невежественным, диким. По окончании церковно-приходской школы он хотел учиться дальше, но родители понимали, в университете вместо тяжелой грубой плетки будет лица в душу юноши, тонкий яд, клеветы на родной народ и Россию. Александр отказался от получения образования в учебном заведении. Вместо этого он занялся самообразованием. Юноша достает книги, много читает, стремясь добраться до правды, узнать больше про веру в Бога. Жизнь была тяжелой. В Гуцульских горах коварный климат и нет хорошей земли. Нелегко содержать искуп. Из братьев и сестер двое мальчиков умерло еще в детстве. Александр был старшим ребенком и много работал, помогая родителям. Приходит время служить Австро-Венгрии в рядах ее армии. И юноша проходит службу в войске в Кошицах. Там ждали молодого Русина новые унижения и издевательства. Но воин Александр не падал духом, но, уповая на Господа, с пламенной верой молился. В 1901 году он вернулся домой. Дома родители и близкие советовали Александру жениться, но он отказывался. А когда склонялся к вступлению в брак, то тут же уложился в постель поражаемой болезнью. Лекарства помогали малым. Потому юноша углублялся в веру, читая духовные книги и вознося искреннюю молитву к Богу. Так прошло два года. Нужно было выбирать жизненный путь. В это время было уже немало тайных православных среди русинов. И юноша обратился к одному прозорливому старцу, икумину Аркадию, из Бексадского монастыря, что впоследствии отошел к Румынии вместе с русинским залесьем, по-румынски Трансильвания. Старец увидел юношу, стал перечислять все его грехи, сказав, что если не покаяться, то до троицы умрю. Кроме этого, игумен Аркадий решительно сказал, что если Александр желает жить, то должен оставить всякие мысли о женихе и думать только о служении Бога. Обрадованный Александр вернулся на родину. Он предался покаянию, усердной молитве. Он вставал перед распятием и плавно молился. Видя такое усердие и богопочтение, Александра стали называть бошкохвальником. В это время умер отец. Над могилой отца Александр соорудил что-то в виде часовинки. И там часто уведенялся и молился о упокоении души усопшего родителя. На одном из православных праздников Александр знакомится с человеком из Почаева, имевшего прозвание Воробчук, который принес продавать духовную литературу в Карпатскую Русь. Этот человек рассказал юному Александру о Почаевской лавре, о православных святынях Киева, Русского Иерусалима, об истине святого православия. Он подарил Александру книгу святителя Дмитрия Ростовского «Духовный алфавит», с которой потом избранник Божий не разлучался долгие годы. Молодой человек возымел желание побывать в святом месте и сразу же отправился с этим книготорговцем в Почаев. Затем посетил Киев, где познал красоту православного богослужения. Здесь он познакомился с монахами Киево-Печерской лавры и поделился с ними своими бедами и чаяниями, рассказав о незавидном положении русинского населения в Карпатах, терпевшего тяжкий гнет Австро-Венгерской империи, уничтожавшей с лютой ненавистью любые признаки православия в народе. После посещения лавры, где Александр приложился к чуготворной иконе, он почувствовал, что болезнь оставила его, и он стал здоровым. Снабженный братьей, богослужебными и духовно-поучительными книгами, он стал пробираться тайком через дремучие карпатские леса. Все полученные книги принес на родину. Внимательно прочитав их, он стал передавать книги землякам, чтобы и те просветились и познали истину православия. Организовалось братство из двенадцати человек. С ними Александр стал ходить по Закарпатию, проповедовать и распространять истину православной веры. Об этом времени преподобный Алексей вспоминал потом. «Всюду, где только можно, я со своими сподвижниками проповедовал святое православие». Также преподобный Алексей отмечал, что всем просвещенным говорилось, всем просвещаемым говорилось о важности чтения псалтыли, и русины, имеющие навыки чтения, и по домам, и в молитвенных домах читали с усердием эту богодохновенную книгу. Эти события происходили в 1905 году. На миссионерскую деятельность укрепления православия в Среди Карпатских Руси власть ответила тем, что в районах православного движения жандармы большими отрядами делали облавы, нападали на крестьян, избивали их до крови и подвергали аресту всех, у кого обнаруживали православную литературу. Гонения не только не отпугнули юношу, но еще более укрепили в вере и желании истинно и православно следовать за Христом. Александр Кабалюк решает посвятить себя духовному служению и действовать как миссионер, надеясь, что Закарпатская Русь вернется в свою прадедовскую веру в православие. Народ тянется к истинной вере своих отцов. Тайное собрание православных в городе Хусте уже включало представителей от 30 сел. Именно в этом городе в 1734 году умер последний православный епископ Карпатской Руси Досифей Федорович. И отсюда тело его было увезено в Угольский монастырь, насильно закрытый вместе с множеством других православных обителей в 1788 году императором Австрии Францем Иосифом. Многие монастыри тогда приходилось брать с боем австрийским войскам. И теперь тоже разгоралась борьба нешуточная. Александр снова едет в Киев, где покупает путеводитель по Афону. У него появляется желание посетить Афон и его святые обители. После Киева он возвращается на родину и опять обходит все Закарпатье. Потом едет в Почаев и опять в родные места. Для того, чтобы набраться духовного опыта в 1908 году на Пасху он совершает паломничество в Иерусалим, где поклоняется Богу на святых местах земной жизни Спасителя. В Палестину Александр попал в начале Великого Поста, исповедался и причастился. В Иерусалиме присоединился к паломникам, путешествующим по всей Палестине. Вместе с ними был на гробе Господнем в Назарете, у Галилейского моря в Тивериаде, на Иордане, в Иерихоне, на Сорокодневной горе, где Господь постился 40 дней, около Мертвого моря, в монастыре Святагославы, в Вифлееме, около Маврейского дуба. Начальником русской миссии был архимандрит Леонид. При встрече с отцом Леонидом Александр рассказал ему про Австро-Венгрию и карпатарусский народ. О Карпатской Руси начальник миссии ничего не знал. Он посоветовал молодому паломнику поехать на Афон. Желание Александра посетить Афон соединилось с благословением отца Леонида. По благому промыслу Божию, покинув Иерусалим, Александр направляется на Святую Гору. В 1945 году архимандрит Алексей вспоминал на Святую Афонскую гору ехали многие из Смирвы через Солоники на Афон. Сразу пошли в Пантелеимоновский монастырь. Там разыскал своего земляка Вячеслава в Великой схеме монах Варух Василий Текзан из Быстрого. Здесь допущена ошибка должно быть Василий Агоста из Березова. Правка Юрия Данильца. Его посчитали православным. Он на Афоне поехал раньше на 10 лет. Он попал на Афон так, что пошел на Иоанн Сачавского на отпуск. Ну, это на исповедь и причастие в Буковину. И с ними, с паломниками поехал на Афон. Через монаха Александр знакомится с химником Динасием Нюшковым и с настоятелем Свято-Пантелеймоновского русского монастыря Архимандритом Месаилом Сапегиным. После беседы с Александром Кабалюком, который рассказал о положении верующих в Карпатской Руси, Архимандрит Месаил собрал собор старцев монастыря, на котором было принято решение присоединить его к православной церкви. Такой случай был первым в истории монастыря, а потому на первых порах среди монахов появилась дискуссия, каким образом это происходило. Отец Динасий в своей книге писал, некоторые говорили, что необходимо вторым чином, то есть через покаяние, отречение от прежних заблуждений, миропомазания и приобщения святых христовых тайн. Для разрешения недоумений были сделаны запросы в Холм и Минск. Через несколько дней после этого прибыл на Афон и остановился в обители Преосвященный Евдоким, ректор Московской Духовной Академии, епископ Волоколанский, а в числе многих спутников его бывший воспитанник той же Академии и романах Сергий из Яблочинского Свято-Ануфриева монастыря Холмской епархии. На запрос об этом деле к Преосвященному он при участии и разъяснении отца Сергия благословил совершить присоединение третьим чином, то есть без миропомазания, так как униаты принимают таинство миропомазания по-православному, то есть в младенчестве, тотчас же по совершении крещения. Католики же отлагают совершение миропомазания до зрелого возраста. При этом Александр Кабалюк пожелал лично получить благословение от русского православного архиерея. Преосвященный Евдоким благословил его, ставшего перед ним на колено, сказал ему несколько слов в ободрении, назидании, утешения, присовокупив, что предки его русские в Венгрии были православные и чтобы он по принятии православия остался навсегда верным и преданным Святой Восточной Церкви. Преосвященный попросил бывшего при этом отца архимандрита Мисаиева, когда совершит присоединение, то от его бы имени возложил на присоединенного Святой Крест. Когда потом по отъезде Преосвященного со спутниками было положено приступить к делу, то встретилось другое недоумение, как присоединять потребнику ли, почему, как о прииматии к православной вере приходящих и же из млада и воспитания бывшего вне православной Церкви, крещений же истинно имущих во имя Отца и Сына и Святого Духа, или же по книге чинов присоединения к православной Церкви, изданной Святейшим Российским Синодом в 1895 году, именно по чину как о приимате приходящих к православной Церкви от римско-латинского вероисповедания. По этой причине было отложено присоединение до получения ответов из Холма или из Минска, которые вскоре и были получены. Из Холма был ответ от имени Преосвященного Владимира Епископа Белостокского, управляющего Холмской епархией. Униатов следует принимать третьим чином, то есть через покаяние, отречение и приобщение. Из Минска сам Преосвященный Михаил писал, Уния установлена для уловления православных католичества. Она переходный мост от православия в латинство. Сначала униатам оставляют все православное, только требуется признание главенства Папы Римского и подчиненность его. Но затем униатам постепенно прививают католическую обрядность и догматику, вытесняя православную и тогда униат мало разнится от католика. Если обращается в православие униат первого вида, то принимать его следует как почти православного через таинство покаяния, потребов отречения от униатского заблуждения. Униатов второго вида я принимал бы в православную церковь как приходящих от католичества по известному чину. Таково мое мнение. При массовом воссоединении униатов с православными в 30-х и 60-х годах в наших пределах от униатов отбиралась подписка о добровольном соединении с православными. Затем они шли в православную церковь, исповедовались, причащались и там акт присоединения оканчивался. Книга Династия Пантелеимоновского «Святогорец инок» повесть об обращении и присоединении на Афоне угрорусса униата в православии и о русских о православии и об унии в Прикарпатской подъяремной Руси прежде и теперь. После обсуждения предложений архиереев было принято решение присоединять по чину от римско-католического вероисповедания. Присоединение к православию произошло на праздник Казанской иконы Божьей Матери в Покровском соборном храме. Присоединение проходило перед Божественной Литургией во время совершения Божественной Литургии на Великой и Сугубой Екатериньях и Родьякон присоединил прошение о новосоединенном брать рабе Божьем Александре. Отец Архимандрит помянул имя его на Великом Входе по хирургинской песне. Когда отверзлись царские врата и отец и Родьякон возгласил со страхом Божьим и верой приступите, отец Архимандрит взял с престола небольшой золотой крестик на позолоченной серебряной цепочке и от имени Преосвященного Евдокима и в благословение от себя и от Святой Обители возложил его на Воссоединенного. Затем раб Божий Александр был приобщен в святых тел и крови Христовых во оставление грехов, во исцеление души и тела и в наследие жизни вечной со святыми. По окончании литургии был отслужен молебен Господу, Богу Вседержителю, Пресвятой Богородице и Святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. У нас время истекло, поэтому конференция заканчивается, немножко не закончившись. Владыка Святой Благословитель. Александр, спаси Господь. Благодарим за лекцию. Ну, может быть, в следующий раз сбоев не будет, мы немножко дозавершим. Да, потому что немножко по времени перебора из-за сбоя получился. Ну, отцы, благодарим отца Иоанна за интересный рассказ. отец Иоанн. Редактор субтитров